Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Спёкся глава госкомпании «Хлеб Украины» погорел на взятке. Сколько взял? Не автогазом едином на заправках дорожает бензин и дистопливо. Насколько ещё вырастут цены? Запоздалая контрибуция. Польша требует от Германии денег за Вторую мировую. Что говорит Берлин? В Европе как дома ЕС может отменить роуминг для Украины. Когда ждать дешёвых разговоров? 200 тысяч долларов, 3 килограмма золота в слитках, юбилейные монеты и другие драгоценности нашли во время обыска в доме замглавы МВД времён Януковича. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Правда, имени экс-чиновника не назвали. Известно только, что в данный момент он находится в России и в экстрадиции Москва отказала. Украинский суд уже решает вопрос об аресте. Имущество проверило ГПУ за крома и других чиновников. А тискала на миллионы. ГПУ за крома и других чиновников. На которые, кроме переднего названного, на сегодняшний день уже накладено арешт. Принцип делиться. Журналисты программы «Наши гроши» утверждают, что госисполнители, те самые владельцы миллионных премий, часть выручки передают наверх. Медийщики считают, что миллионеры от Минюста выписывают доверенности на доступ к своим счетам. И только потом могут получить своё вознаграждение. За отказ разделить прибыль их вполне могут лишить работы. В общем, всё это смахивает на схемы откатов. На расследование молниеносно уже отреагировал сам министр юстиции. Павел Петренко заявил, что это очередной миф о его ведомстве. И добавил, что из-за информации об этих откатах, все руководители исполнительной службы прошли проверку на полиграфе. Цей миф почав культуруваться в середине серпня. И тогда мне было принято решение провести полную проверку всего руководительного состава системы государственной службы на полиграфе. За этот час было проверено. Все руководители государственной службы Украины по всем областям остались на завтра два выполняющих обязательства. По данным вопросам, никаких фактов или предпущений, что требования ванногороды с боку руководителя Министерства юстиции не было зафиксовано. Я напомню, за май и июнь 8 сотрудников Минюста получили премии на общую сумму 23 миллиона гривен. Об этом удалось узнать благодаря запросу журналистов. В Минюсте объясняли, что по закону исполнители получают проценты от сумм, которые взыскивают с должников. Но информация о размере этих премий возмутило украинское общество. И Кабмин все же установил верхнюю границу этих премиальных 308 тысяч гривен в одни руки за одно взыскание. С просьбой проверить информацию о премиальных откатах в ГПУ и НАБУ обратился нардеп Сергей Каплин. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Он также сообщил, что несмотря на ограничения Кабмина, некоторые чиновники нашли лазейку и в дела, где замешаны большие деньги, привлекают больше, чем одного исполнителя. Каплин убежден, что эта многомиллионная схема должна стать предметом серьезного расследования. И то, что называется спекся, глава госкомпании «Хлеб Украины». Точнее, погорел на взятке. 7 тысяч долларов он требовал у фермера за заключение договора аренды. Поймали его на горячем сотрудники ГПУ и СБУ в самом центре Киева, возле НСК «Олимпийский» во время передачи денег. Об этом сообщил генпрокурор на своей странице в Фейсбуке. Юрий Лоценко рассказал, что свою урожайную дату чиновник переносил на протяжении месяца, а попался сегодня вместе с посредником. Изначально он требовал 10 тысяч долларов, но потом сделал скидку. Сейчас силовики проводят обыски у задержанных и вскоре объявят о подозрении. Ну и пока чиновники косят зелень на хлебных местах, обычный хлеб для обычных украинцев за год прилично подорожал, не говоря уже о других продуктах. Цифры на оценниках растут с каждым днем, и, как считают эксперты, будут расти и дальше. По магазинам и рынкам, чтобы понять, что может себе позволить основная масса украинцев, прошлась наша Инна Томина. Желтый, смотрите, это микадо, это бичье сердце, огурчик, это родничок в основном летом, а это амур, сейчас и день. В среднем на 5 гривен поднялись за последний месяц цены на огурцы и помидоры, говорит продвец Наталья. Итого 25-30 гривен за килограмм. Женщина уже несколько лет возит на столичный рынок свою продукцию из области. Объясняет, причина подорожания проста, на эти овощи уже не сезон. Огурчику нужно тепло, чтобы в основном огурчик росте в ночи. А если уже температура ниже 10, это сейчас потеплеше, а то было уже 10-8. Через это он уже не росте, уже огурчик будет идти из теплицы. Подорожало и мясо, но продавцы на рынке говорят их цены по сравнению с теми, что в супермаркетах еще божеские. 50 гривен, лопаточка, шиячик 90, 80, 100, задняя 130, 120. Где же воно подорожало? Это на пісаранці самого раночку до вечора. А вечером еще дешевше. Кто подорожал? Сміни на сало. В магазинах підняли ціну. А в магазине говядина дуже, чтобы... Но даже за таким дешевым мясом арчарядей на рынке нет, сетуют продавцы. Меньше берут и молочку. То, что продуктовая корзина украинцев действительно подорожала, подтвердили и в профильном министерстве. На днях первый замминистра решил купить основные продукты. Чек составил более 200 гривен. В последние недели мы видим, что некоторые категории прибавили в цене 1-2 гривны. Якобы и немного в абсолютном измерении, но достаточно заметно, учитывая стремительность процесса. С начала года более всего поднялись в цене мясные и хлебобулочные изделия. В среднем на 20%. И как предупреждают эксперты, этой осенью это еще не предел. Традиционно все зависит от курса валюты. Общее, наверное, подорожание продуктов питания будет порядка 10%. Что-то больше, что-то меньше. Единственное, что это при условии стабильности курса доллара. Потому что если сейчас будет девальвировать гривна, а очень высокая вероятность того, что это будет, мы увидим, кроме того, что продукты будут дорожать. Ориентировочные цены в будущем, по мнению экспертов, таковы. К примеру, за килограмм говядины придется заплатить 170 гривен. За свинину – немногим меньше. Подорожает и самое популярное мясо. Курица обойдется в 100 гривен. Тем временем в правительстве говорят о скачке цен на основные продукты знают. А премьер даже пообещал, что мясо подешевеет. В свою очередь, некоторые столичные супермаркеты уже ввели программы лояльности для клиентов. Предлагают взять товар в долг. Инна Томина, Любовь Кукла, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал Интер. А вот проехаться в долг не получится. Цена топлива в Украине тоже растет. Причем дорожает и бензин, и дизель. Продавцы уверяют, что это не предел. Елена Зорина выясняла причины. Обновленные ценники уже с этих выходных. Где-то дороже на 20 копеек, а где-то на целых 80. Литр 92-го теперь в среднем стоит 23 гривни 87 копеек. 95-го – почти по 25 гривен. А вот диз топлива – 23,70. Водителей такой скачок откровенно не радует. Подорожал газ на 5 гривен. А потом дешевеет на гривню, и все говорят, что подешевело. Такая вот ситуация. И так сейчас такая ситуация будет. Привычное дело. По карману бьет не только топливо, больше коммунальными стандартами. Владимир, чтобы экономить на бензине, перешел на газ, да и пешком, признается, стал ходить чаще. Но после недавнего подорожания газа раза в полтора, а теперь и бензина, на чем экономить, уже не знает. В августе цены побили абсолютный рекорд. Это просто знущение, что как можно, как можно ставить это. Причем это же сразумило, что это не объективно абсолютно. Это взмова. Никакого сговора нет, убеждают продавцы топлива. Цены диктует мировой рынок. А Украина попросту под них подстраивается. Дескать, топливо могло подорожать и раньше. Но цену сдерживали за счет запасов. Котировки нефти уже месяца полтора как дорожают. И вышли на стабильные 52-53 доллара за баррель. Получается, подорожали порядка на 15%. Соответственно, топливо просто догоняет их. А эксперты добавляют, на бензиновом рынке небольшой ажиотаж. Крупный производитель топлива, Мозырский НПЗ, уходит на плановый ремонт. Но все же на нынешние ценники больше влияет доллар. Каждая копейка в курсе доллара, это копейка в стоимости бензина. Поэтому, если этот доллар дорожает на одну гривну, то и бензин, соответственно, полностью валютный товар тоже на нее подорожает. По прогнозам экспертов, нынешнее подорожание – это не предел. Бензин может прибавить к цене еще 50-80 копеек. Да и дизель тоже. Продавцы топлива говорят о подорожании на гривню. И даже две уже до конца месяца. Но уточняют, если нефть на мировом рынке продолжит расти в цене. Елена Зурина, Сергей Килимник, подробности – телеканал «Интер». Вот дороги в следующем году обещают улучшить. Во всяком случае, на ремонт и строительство трасс в бюджет заложат 40 миллиардов гривен. Это на 10 миллиардов больше, чем в текущем. Об этом сообщил премьер-министр во время инспекции отремонтированного участка дороги Киев-Знаменка. Источниками финансирования украинских трасс станет дорожный фонд. Его хотят создать в следующем году, а также таможенное поступление. Проект бюджета в эту пятницу обсудят на заседании Кабмина. В прошлом году мы вчасно подали бюджет, вчасно и честно, подали бюджет украинского парламента и его не откликали. В этом году, 15 числа, уряд схвалит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент. Будет приоритет строительства украинских трасс в следующем бюджете. И также финансирование всех, в том числе и необходимых реформ и изменений. В ООН обеспокоены темпами расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом в своем докладе написала председатель мониторинговой миссии по правам человека Фиона Фрейзер. Она отметила лишь незначительный прогресс в этом деле. В ООН приветствуют, что к расследованию подключились журналисты, но хотели бы, чтобы власть со своей стороны сделала все возможное. Напомню, Павла Шеремета убили в Киеве, его взорвали в автомобиле 20 июля минувшего года. В деле о нарушении границы на пункте пропуска Шегини первые задержания. Уже более ста человек допрошены в качестве свидетелей. Полиция установила личности и зачинщиков беспорядков. А экс-губернатор Одесской области сегодня вручили повестку в суд. Новые сцены Саакашвилиады наблюдали наши корреспонденты. Площадь рынок. С самого утра возле отеля, в котором поселился Саакашвили, десятки правоохранителей. Пришли вручить политику протокол о незаконном пересечении госграницы. Штраф за правонарушение около 8,5 тысяч гривен. Повестку в суд политик подписал. Утверждает, что готов доказывать свое законное пребывание в Украине. В Министерстве внутренних дел уверены, Саакашвили границу пересек незаконно. Но задерживать его оснований пока нет. Затримание – это процессуальная деятельность. Она предупреждается в определенных случаях. Наразі, как прокурорная служба поведомляла, она не собиралась и не мало достатньых подставок для затримания. Ему был вручен административный протокол про вчинение административного правопорушения. Тем временем в Минюсте заявили, запрос грузинской стороны об экстрадиции Саакашвили сейчас проверяют в прокуратуре. В случае позитивного заключения политика передадут грузинским властям. Но это случится, если экс-губернатор не начнет отстаивать украинское гражданство в суде. Присоединиться к расследованию дела о незаконном пересечении границы грузинским политикам обещает и служба безопасности. Там заявили, организаторы правонарушений должны понести наказание. Тем временем в МВД анонсировали первые задержания участников беспорядков. П'ятеро осіб активных участников этих событий, которые, в частности, использовали физическое насильство стосовно військовослужбовцев, государственной и прикордонной службы. Правоохоронцами также установлены особи шести возможных организаторов, а также 32 активных участников этих событий. И сегодня львовские правоохранители проверили около 50 человек в камуфляжной форме, которые расположились на окраине города. О них сообщили местные жители, подозревая, что у незваных гостей есть оружие и взрывчатка. То, что эти люди из батальона «Донбасс», подтвердил бывший комбат, а ныне нардеп Семен Семенченко. Вот хлопцы из батальона «Донбасс», которые забеспечивали порядок на кордоне, в Коковске, в Коковске, в Коковске, в Коковске. Зараз ведь почивают в винниках на базе. В полиции не исключают, эти люди могут быть причастны к беспорядкам 10 сентября в пункте пропуска Шегини. У них уже обнаружили специальные средства защиты. Александр Васильченко, Галина Якушко, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Предупредительный выстрел. Военнослужащие ВМС применили оружие на одном из военных объектов, чтобы остановить неизвестных, которые попытались туда проникнуть. Что за объект? Пресс-служба военно-морских сил не сообщает. Стреляли в воздух. По предварительным данным, нарушители пытались украсть драгоценные металлы. В связи с инцидентом командование ВМС в очередной раз напомнило, что в случае провокации возле военных объектов силовики имеют право применить оружие. В зоне АТО двое украинских бойцов получили ранение. Они попали под обстрел в районе Крымского на Луганском направлении. С начала суток боевики открывали огонь всего четыре раза. И в Авдеевке, пользуясь относительным затишьем, ремонтники начали прокладывать газопровод. Все детали расскажет Геннадий Вивденко. Пока все в порядке. Вот вы видите, как проходит процесс варки. Подготовительные работы по прокладке трубы в самом разгаре. Сложно проходить под линиями железной дороги. Еще сложнее от того, что вокруг война. Самые трудные места, вот они пока я вам сейчас показываю. Они боятся, что у вас там война. Без всяких каких-то там нюансов, изъянов, коэффициентов. Этот прибор называется трассоискатель. В процессе прокладки новой трубы строители стараются не перебить уже существующее. Саперы уже отработали этот участок. Сейчас очень сложно здесь производить какие-либо работы. Но стараемся выполнять, чтобы обеспечить заснабжение в Авдеевке. Над одним стыком работают не менее двух часов. Сварщик Андрей показывает современный аппарат для проверки качества сварки труб. Стык должен быть идеальным. Вначале сваривает, потом идет тестирование, охлаждение. Час труба охлаждается, после этого аппарат выключается. Надо построить еще почти 15 километров газопровода. Это будет стоить 58 миллионов гривен. Половину дает государство, половину Авдеевский Коксахим. Цель – восстановить газоснабжение Авдеевки и окрестных шести сел до начала отопительного сезона. Они уже три месяца без газа после обстрела. У нас остается 12 600 абонентов без газопостачания. И мы понимаем, что если мы не начнем сейчас строить, то мы не встегнем до опаленного сезона. И мы не имеем такого морального права залишить людей без газа. Боевики не дают проводить ремонтные работы в серой зоне. Поэтому украинские власти решили строить альтернативный газопровод. Строители обещают восстановить поставки газа в Авдеевку и близлежащие села до конца октября, если враг не помешает. Геннадий Вивданко, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области. На полигонах вооруженных сил и нацгвардии масштабные сборы резервистов. За две недели военнослужащие запасы из столицы и области должны вспомнить боевые навыки. Их призовут, если ситуация на Донбассе обострится. В целом же нацгвардия может рассчитывать примерно на 18 тысяч резервистов. Турция купит у России зенитные системы С-400. Это первый крупный договор между странами на поставку оружия. И первая сделка Анкары на покупку вооружения не у члена НАТО. Турция, напомню, в альянсе с 1952 года. По данным местной прессы, речь идет о четырех зенитно-ракетных комплексах. Они защищают от нападения с воздуха. Президент Эрдоган заявил, что задаток Турция уже внесла. В Пентагоне еще в июле возражали против этой сделки, ведь С-400 оружие несовместимое с натовским. Но Анкара уже несколько лет пытается увеличить дальность своих ракетных систем. А у С-400 она в несколько раз больше, чем у американской Петри. Как минимум 10 человек стали жертвами урагана Ирма в США. Данные еще не окончательные. Количество пострадавших может возрасти. Об этом сообщают власти страны. На пути к Америке ураган унес жизни еще 38 человек. Почти 3,5 миллиона домов по всей Флориде остаются без электричества. Центр Майами затоплен, хотя в целом от Ирмы ожидали намного больших повреждений. На восстановление штата из бюджета выделили 15 миллиардов долларов. Наводнения все еще приносят много разрушений. В некоторых районах канализация до сих пор не работает. Нет электричества. Мое сердце сейчас вместе с пострадавшими. Я надеюсь, что все выжили. Я знаю, что мы еще не скоро оправимся от случившегося. Госдолг США превысил 20 триллионов долларов. Это абсолютный рекорд. Внушительную сумму президент Трамп получил в наследство от предшественников и решил ее увеличить на 318 миллиардов долларов. Первые 15 миллиардов займа отправятся пострадавшим от урагана Харви. Тем не менее у США не самые худшие показатели ВВП. Среди стран большой двадцатки рекордсмен Япония ее госдолг в два раза превышает внутренний валовый продукт. Долг платежом красен. Власти Польши, похоже, в ближайшее время могут потребовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесенный нацистами во время Второй мировой войны. О какой сумме может идти речь? И что по этому поводу говорят в Берлине? Разбиралась Татьяна Лагунова. Точную сумму возможных репараций в Варшаве пока не подсчитали, поэтому журналисты, эксперты и политики спекулируют и называют совершенно разные суммы. Но в любом случае цифры баснословные, речь идет о миллиардах евро. От 48 до 800. О невыплаченных Германии репарациях поляки заговорили еще в начале августа. Сразу несколько депутатов и министров заявили, вопрос контрибуции между Польшей и Германией до сих пор открыт. И попросили специальную комиссию Сейма изучить этот вопрос детальнее. И вот выводы экспертов готовы. 40 страниц текста и заключения. Польша имеет все основания требовать от Германии выплат. Официальный Берлин не согласен. Как мы уже не раз говорили, Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и будет делать это и в будущем. Германия уже выплатила значительные репарации за нанесенный ущерб, в том числе и Польше. Мы все помним, что в 1953 году Польша отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и повторила этот отказ в 1970 и 2004 годах. Поэтому мы не видим оснований сомневаться в юридической силе этого отказа. А вот Варшава видит, там объясняют, от дальнейших репараций со стороны ГДР в свое время отказалась Польская Народная Республика. Решение было принято под давлением Советского Союза. Да и таких стран, как ПНР и ГДР на карте Европы больше нет. А значит и отказ недействителен. Официальных претензий Германии власти Польши пока не предъявляли. Планируют провести еще несколько юридических экспертиз и обсудить этот вопрос в парламенте. Но уже понятно, что тема репараций никак не улучшит и так прохладные отношения между двумя странами. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Деньги в асфальт на дороге в следующем году выделят на 10 миллиардов больше. Как потратят? Библиотека без мебели, физкультура без спортзала. К чему учатся дети в аварийной школе в Черновицкой области? В Черкасской области задержали капитана-десантника, который чуть не взорвал своих подчиненных. Инцидент произошел накануне на железнодорожной станции. Командир выстрелил роту, сперва оскорбил солдата, потом достал гранату и выдернул из нее чеку. Десантникам удалось обезвредить офицера и передать в руки военной прокуратуры. По словам следователей, командир был пьян. Сейчас он находится в больнице. Они зафиксировали гранату в руке капитана, вставили за побежную скобу. С боку закона на данный час ему инкриминуются дии, как превышение військово-службовой особи, наданных ему службово-повноважений. За такие дии предбачена ответственность от 7 до 10 лет. Физкультура на улице в любую погоду. Уроки в сельсовете. В одном из сел Черновицкой области дети уже много лет учатся в аварийной школе, а обедают буквально друг у друга на голове. Об ужасах современного образования подробнее Ольга Поломарек. Эту школьную библиотеку Наталья называет виртуальной не зря. Кроме учебников здесь ничего, даже света. Чтобы включить лампочку, надо проделать целую процедуру со шваброй. Но это еще не все. Работать библиотекарю приходится на коленях. Вы видите стел? Я не вижу. Села нет. На подлозе раскладываются картоны, на картоны кладутся подручники, я выдаю. Я вам расскажу, как я штампую книги. Ставлю на кресло, стою на колено и штампую 500 книг на день. Вот это мой рабочий день, так и работаю. Тисовицкая общеобразовательная школа – это четыре корпуса, где учатся более 300 детей. Ремонт нужен везде. Мастерская, где проходили уроки труда аварийная, через щели видно улицу. Столовая маленькая. Спортзала и актового зала нет. Классы тесные. Я, как вы видите, что я даже не могу присесть. Мой стел находится только сбоку, стелец. Мой стелец находится только сбоку, чтобы я бы хотела сесть, я не могу где. И я постоянно стою. Учительница рассказывает, вместо необходимых двух с половиной квадратных метров на ученика в этом классе – чуть более полуметра для одного ребенка. В туалет входят на улицу, физкультура тоже на свежем воздухе. Даже зимой. Физкультура четыре раза в тиждень. Даже у моего сына. И умов, чтобы передягнуться, даже нет. Потому что, как у меня в классе передягаются, ну, понимаете, шестный класс, девчатка смеются, хлопчики, хлопчики с девчаток. В таких условиях здесь учатся 30 лет. И до сих пор школа не развалилась только благодаря родителям. Они сами заделывают трещины в стенах, восстанавливают кровлю. Восемь лет назад чиновники обещали построить новое здание. Но дальше проекта дело не пошло. В следующем году в первый класс пойдет больше детей, уверяет директор. Вот только где их расселить, даже не представляет. В облуправлении капстроительства место все же советуют найти. Строить школу в Тисовце в ближайшее время не собираются. В этом году 95 миллионов выделили на финансирование всех объектов, которые есть по области, 24 объекта. То вы можете представить, когда школа одна будет стоять 70 миллионов, какие у нее есть шансы. Единственный выход школу расширить, достроить кабинеты, сделать внутренние санузлы. Но опять же, за деньги села или родителей. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Лидеры нацменьшинств Украины просят президента витировать закон об образовании. На сайте депутата Антона Кисе главы ассоциации «Болгар» в Украине разместили текст депутатского обращения. Кисе, а также лидер партии «Венгров» Украины Василий Брензович и представитель румынской общины Григорий Тимич считают, что новый закон нарушает конституцию Украины, которая гарантирует свободное развитие и защиту языков нацменьшинства. Также противоречит международным договорам со странами, которые имеют крупные диаспоры в Украине. Напомню, не подписывать закон об образовании призвали и в оппозиционном блоке с критикой. В адрес документа выступили также лидеры ряда стран, в частности, Румынии и Венгрии. Фискалы душат бизнес в Закарпатье. Такое громкое заявление сделал предприниматель-иностранец. Бизнесмен уверен, что после того, как он отказался платить взятку, на предприятии обрушились проверки и миллионные штрафы. В ситуации разбиралась Марина Коваль. Это мед, который закупляется по всей территории Украины. Купляется сугубо вид пасечников. Этот мед готовят к отправке в Европу. Фирма-экспортера в городе Берегово венгерский предприниматель основал еще в 2015-м. В прошлом году предприятие закупило около 2,5 тысяч тонн меда. Инвестор потратил более 2 миллионов евро. Пока фирма развивалась, ее никто не трогал. Как только предприятие стало прибыльным, началось давление. И вот в феврале нагрянула налоговая. Налоговая милиция забрала все документы фирмы, не указав даже, какие именно бумаги изъяли. Выложено под час обшуку папка швидкошивач темно-коричневого кольора, папка швидкошивач серпень-вересень, папка швидкошивач зеленого кольора 149 аркуши. Адвокат говорит, через две недели после обыска на фирму пришли с новой проверкой. Фискалы стали требовать у предпринимателя документы, изъятые их коллегами. А из-за отсутствия всех необходимых бумаг фирму оштрафовали на 2,5 миллиона гривен. В фискальной службе все обвинения в предвзятости отрицают. Говорят, предприятие фигурирует в уголовном деле по факту неуплаты налогов. В Ужгороде сегодня проходит форум предпринимателей. И здесь, как оказалось, тоже были бизнесмены с жалобами на госорганы. Адвокат экспортера меда говорит, штрафы фискалов намерены оспаривать в суде. Правда, иностранный инвестор уже подумывает о том, чтобы закрыть свой бизнес в Украине. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Ускорить приватизацию госпредприятий предлагает президент Федор Порошенко. Соответствующий закон сегодня рассмотрел Национальный совет реформ. По словам главы государства, вопросы чрезвычайно важны. Поэтому оптимальный вариант правил приватизации нужно предложить Верховной Раде уже сейчас. Как повитрия нам потребны взросления прямых иноземных инвестиций. Час, когда мы выживали лишь на залучении кредитов, завершен. Сейчас большинство отходов денег должны быть обеспечены в виде прямых иноземных инвестиций. Другой, приватизация – это важный элемент антикоррупционной стратегии. Для нас процесс приватизации важен не потому, что нам нужно что-то продать. Нам нужна мощная, растущая экономика. Нам нужны новые рабочие места, новые технологии, новый уровень конкурентной украинской продукции. И без належного чина инвестиций в государственный сектор мы этого не добьемся. Улучшить качество услуг, поднять зарплаты и соцстандарты. О планах реформирования Укрзалезницы сегодня рассказал ее новый руководитель Евгений Кравцов. По его словам, приоритет Укрзалезницы – это безопасность перевозок. Ни один вагон не выходит в рейс без технического осмотра. Также он добавил, что в следующем году компания переходит на прозрачную систему образования тарифов. С учетом промышленных цен и инфляции планирует улучшить также систему продажи электронных билетов. И с достижением пополнения парка локомотивов и вагонов, как пассажирских, так и грузовых. В этом году закупили уже 200 современных купейных вагонов. 38 из них отечественного производства. Изготовили их на Крюковском вагоноремонтном заводе. В этих вагонах и кофемашины, и дополнительные системы кондиционирования, и розетки возле всех пассажирских мест. Такой количества не было уже на протязи последних майже 7 лет. Это наибольшая количество за все годы, начиная с 2010-2011 года. Наступного года мы планируем на сегодня, верстающий финансовый план, придбание новых, близко 50-80 новых вагонов. Мы еще будем смотреть на нашу финансовую спроможность и сколько денег у нас будет доступно для того, чтобы направить на это финансование. Кроме того, мы планируем, что мы проведем модернизацию, что не менее 200 пассажирских вагонов. В столице напали на экс-главу Госгеонедр. Об этом рассказал сам потерпевший Николай Бояркин. Произошло это в прошлый четверг вечером в центре Киева. По словам Бояркина, нападавших было трое, и они были вооружены пистолетом и ножом. Ценные вещи они не забрали. Сейчас бывший чиновник находится в больнице. И по его словам, у него сотрясение мозга, перелом носа и многочисленные ушибы. Это не был разбийный какой-то напад, соответственно, к которому хотелось забрати вещи, телефоны, кустовности. А все-таки это был напад, цироиспремованный. Я думаю, что он относится моей работы, что таким образом пытались тиснуть, чтобы я пошел с его набором. Развод начался, а Британия сделала первый шаг к отмене законов Европейского Союза. За соответствующее решение проголосовал парламент. Теперь документы должны обсудить комитеты. Все детали расскажет Елена Абрамович. Большой закон об отмене. Так изначально назывался этот законопроект. Позже драматический акцент убрали и получился закон о выходе из Европейского Союза. Депутаты Палаты общин обсуждали его более 13 часов. И в ночь на вторник все же проголосовали во втором чтении. Законопроект отменяет верховенство общеевропейских законов над британскими. И в то же время копирует костяк европейского законодательства в уставные документы Британии. Для премьера Терезы Мэй это маленькая победа. Решение депутатов она назвала историческим. Перейти на свои законы Лондону нужно, чтобы избежать юридического хаоса после Брексита. Впрочем, депутаты намерены править документ. Я буду работать со всеми, чтобы улучшить этот законопроект. И сегодня я не могу его блокировать. Наше задание обеспечить плавный Брексит для британцев, для британских предприятий и для продолжения дружбы и партнерства с ЕС. Теперь Терезе Мэй предстоит борьба с теми, кто добивается внесения поправок. А дискуссии предстоят как в Палате общин, так и в Палате лордов. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Европарламенте предлагают отменить роуминг для Украины. Это инициатива из проекта доклада евродепутатов, который подготовлен к саммиту Восточного партнерства. Он состоится 24 ноября в Брюсселе. Но до этого документ еще должен рассмотреть Комитет по иностранным делам. Изменятся ли тарифы на связь внутри страны, если роуминг Европа отменит? С таким вопросом мы обратились к мобильным операторам. Большинство пока не ответили, но один из крупнейших уклончиво заявил, мол, это дело далекой перспективы. Европарламент пока дал только рекомендации о рассмотрении вообще самой возможности отмены роуминга для украинцев. И это может быть очень длинной историей, так как Европарламент, он не инициирует свои собственные законы. Легко отделался блогер Александр Лапшин, приговоренный в Азербайджане к трем годам тюрьмы, уедет в Израиль. Напомню, его судили за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Выдать Лапшина просила Россия, но Баку отказали, а вот Израилю выдали. Почему, расскажет Сергей Услендер. Блогер Александр Лапшин был объявлен в международный розыск властями Азербайджана. Незадолго до этого он посетил Нагорный Карабах без азербайджанской визы. Баку рассматривает эту территорию как свою собственную, но оккупированную Армению. И к подобным посещениям относится крайне болезненно. Впрочем, помимо этого, блогер, известный в живом журнале под псевдонимом Пуэрте, опубликовал материал, где очень красочно описал свою поездку и всячески упоминал о том, что он нарушил законы Азербайджана. Многие полагают, что именно эта публикация и стала главной причиной его объявления в розыск. Азербайджан заявил, ну хорошо, раз ты решил так троллить нашу страну, мы подаем в Интерпол. Через некоторое время этот Александр Лапшин появился в Минске и был схвачен белорусскими властями, у которых очень хорошее отношение с Азербайджаном. Из Беларуси Лапшина депортировали в Баку, где его ждал суд. Его обвинили в незаконном пересечении границ и приговорили к трём годам лишения свободы. Выяснилось, что у этого человека гражданство трёх государств – Израиля, Украины и России. Россия требовала его вернуть, но это требование было отклонено. Тогда представители Иерусалима обратились к Баку, в том числе из Министерства иностранных дел и из КНЕСЭТа. На самом деле блогеру Лапшину очень повезло, у него есть мазаль, что у него есть израильское гражданство. Если бы у него не было израильского гражданства, вряд ли бы Азербайджан его отпустил на свободу. Судя по всему, эти обращения возымели действия. Вчера президент Азербайджана Алиев помиловал Александра Лапшина. Сейчас сотрудники израильского посольства помогают ему оформить необходимые документы. И уже 14 сентября он должен вернуться в Израиль. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Украине есть чему поучиться. У Израиля в нашей стране, к примеру, до сих пор нет чёткой стратегии развития водных ресурсов. Хотя проблем множество. На всю территорию Украины чуть больше тысячи водохранилищ. О качестве воды эксперты и журналисты говорить уже устали. А вот в засушливом Израиле создали уникальные технологии водосбережения. И сегодня в Тель-Авиве украинская делегация смогла с ними ознакомиться на крупнейшей выставке ВОТЭК-2017. Это мероприятие собирает десятки компаний поучиться и перенять опыт. Приехали мэры украинских городов и специалисты по водному хозяйству. Возглавлял эту делегацию вице-премьер Геннадий Зубко. Главное, что интересовало, это технология очистки воды и способы её сбережения в малых городах. В первую очередь Украина сегодня разработает стратегию водозабеспечения малых мест. И вместе с Светлым Банком мы проведем уже второй проект развития мэра инфраструктуры. Завучение технологий, завучение новых инноваций, которые проведены в последний час в Израиле, они очень интересны для Украины. Наверное, несколько цифр. 70% сегодня воды, которая используется, она повертается в зворотном направлении или для сельского государства. Украина сегодня потребует вырешения главной ключевой проблемы по Донбассу, водозабеспечения великих мест, как Мариуполь и маленьких мест. А в Украину несколько часов назад приехал первый заместитель директора распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Уже завтра он встретится с президентом, премьер-министром и представителями НБУ. В столице Липтон пробудет до 14 сентября. Я напомню, в Минфине вчера заявили о том, что до конца года Украина ожидает два транша от Международного валютного фонда. Это все новости на сегодня. Доброй вам ночи и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok